Алексей, сколько сейчас заведений насчитывает ваша сеть? Какие форматы, какова география? Ну, всего, если считать вместе с точками, подкрытыми по франчайзингу, 280. Собственных точек около 190, плюс еще есть другие бренды в нашей сети, такие как Вабисаби, еще не осталось несколько точек, Coffee House, Monkey Express. И у нас еще есть несколько точек под таким, знаете, гибридным форматом, который называется Шоколадница Экспресс. Это небольшие точки, работающие на ограниченном ассортименте, но под нашим брендом. А география? Большинство точек сфокусировано в Москве и Московской области. Это то, что касается наших точек. Также наши точки, те, которые принадлежат нам, находятся в Сочи. Все остальные точки открыты в городах, открыты по франчайзингу. То есть у нас такое разделение, что Москва, Московская область, Сочи – это наша территория, все остальное развивается за счет франчайзинга. Недавно открылась новая точка в Архангельске, очень красивая. Она открылась в старинном особняке, в отдельно стоящем здании. Поэтому это прямо для нас очень знаковое событие, не только потому, что этот город присоединился к нашей семье Шоколадница, но и потому, что это просто такой красивый объект, достойные посещения. Вот Вы сказали, Архангельск появился. В целом, если говорить про динамику точек, то как сейчас вот она, как ее можно характеризовать? Насколько она велика? У нас не очень высокие темпы открытия новых точек. То есть последние пару лет у нас, наоборот, количество точек в сети сокращалось, потому что мы взяли курс на, скажем так, на повышение эффективности существующего бизнеса. И поэтому те точки, которые не приносят необходимого экономического эффекта, а иногда приносят и убыток, да, такие тоже были, то принято решение было их там постепенно закрывать. Но в этом году мы планируем тенденцию к закрытию именно сокращения сети остановить и переломить, развернуть в обратную сторону. В этом году у нас должно стать больше точек в целом по сети, чем было в прошлом году, позапрошлом. То есть у нас есть открытие, уже несколько открытий состоялось в этом году и еще до конца года у нас также планировано несколько открытий. Вы смотрите, формат Шоколадница Экспресс. Вот это получается ту-гоу или это не совсем ту-гоу? Просто я видела новости, что вы планировали формат ту-гоу. Формат ту-гоу, тот, который вы видели в новостях, это касается нашего другого бренда Кофехаус. То есть, если вы помните, в 2014 году сеть Шоколадница купила сеть Кофехаус. И с тех пор постепенно переводила точки под брендом Кофехаус в свой формат. Поэтому их постепенно-постепенно стало все меньше. Но, тем не менее, народная память и восприятие потребителей этого бренда было и остается есть настолько сильным. То есть, этот бренд настолько мощный, который нельзя, судя по всему, вытеснить из сознания наших гостей. То мы решили, что такой актив ценный просто не имеем права, скажем так, не использовать. И, да, подумали, что вот в этом перспективном направлении мини-кофейни формата ту-гоу обновленный бренд Кофехаус будет уместен и хорошо зайдет. Также планируется развиваться в этом направлении как в собственном формате точек, так и по франчайзингу. У нас сейчас 4 точки будут открыты, еще 3-4 точки своих. И остальные части сети, в планах это 50-60 точек до середины следующего года, будет уже развитие по франчайзингу. Для этого обновили позиционирование, обновили стилистику бренда, обновили логотип. Ну, то есть, он остался по звучанию привычным знакомым и любимым нашими гостями, но он стал более молодежным, более современным, более таким динамичным. Вот. А что с меню? Меню там будет очень простое. Там будут классические кофейные напитки, авторские кофейные напитки, некоторые холодные напитки тоже из популярных, да. Небольшое количество десертов, небольшое количество сэндвичей, возможно, несколько салатов. То есть, там будет очень лаконичное, простое, эффективное меню, близкое, понятное нашим гостям, которое не нужно долго объяснять, что это, что это. То есть, когда гость видит и понимает, что он получит, что это будет во вкусе, что это будет по качеству. То есть, это такая, знаете, новое прочтение понятных классических вещей. Вот так. Если вернуться к вашему классическому формату шоколадница, как меняется портрет вашего посетителя, вообще меняется ли он, и как меняется его, может быть, не знаю, поведение, предпочтение? Как вы на все это реагируете? Что там происходит внутри, вот сейчас, под капотом, скажем так, системы? Ну, начнем с того, что в целом портрет нашего потребителя, он очень неоднороден. То есть, среди наших гостей есть несколько сегментов практически равноценных, которые на самом деле между собой внешне очень сильно отличаются. То есть, к нам ходят подружки, например, просто посидеть, поболтать, выпить чашку кофе, посплетничать или отдохнуть после совместного шоколада, на который они ходили. К нам ходят офисные сотрудники, белые ларитнички, да, на бизнес-ланч, чтобы просто быстро перекусить, пообедать и вернуться там на рабочее место. К нам ходят мамы с детьми, особенно если это точки в торговых центрах, вот они устали, ходили, значит, им нужно ребенка покормить, вот, самой отдохнуть, вот, и они, соответственно, приходят в шоколадницу, тоже расслабиться, перекусить и пойти дальше. К нам приходят парочки, да, то есть, на свидание, особенно это молодые люди часто, у которых, ну, скажем так, нет лишних денег. Шоколадница – это все-таки довольно демократичное заведение, поэтому можно прийти, перевезти девушку, то есть, ну, ты сидишь, это все-таки не фастфуд, да, то есть, ты привел девушку там в кафе, вот официант принес тебе блюдо, там, то есть, вы сидите, как люди, что называется, да, обслуживание с акцентами, но при этом это не обременительно для бюджета. И все вот эти сегменты, они внешне очень разные, но похоже, что внутри у них у всех одна какая-то стержневая потребность – это уютное, спокойное проведение времени с возможностью перекусить при этом за небольшие деньги. То есть, вот шоколадница обеспечивает им вот этот вот островок спокойствия в этом сложном мире, при этом не обременительно для их кармана. Так, у меня сейчас сразу два вопроса родилось после вашего ответа. Первый. Вы сказали, что вот приходит официант, там все это самое красиво, но я знаю, что вы тестируете еще и вот эти девайсы, которые позволяют без официанта сделать заказ. Вот насколько это популярная вещь? Там, где они стоят, эти планшеты, да, там, где стоят эти планшеты, они довольно популярны. Вот. В некоторых точках доля заказов, которые мы имеем через вот эти планшеты достигает там 70%. Да, то есть это довольно много. Вот. Но почему так происходит? Потому что те точки, куда мы их поставили, это высокотрафиковые точки с высоким трафиком именно в обед. То есть, когда приходит одновременно в короткий период времени, приходит много людей, и им нужно очень быстрое обслуживание. Вот. Поэтому держать там много официантов вот ради вот этих там двух часов высокоинтенсивной нагрузки, это, ну, слишком дорого и неэффективно. Вот. И в этот момент как раз спасают вот эти планшеты. Все остальное время нагрузка, ну, и нагрузка, и использование гостями этих планшетов сокращается, да, и они предпочитают уже общаться больше там непосредственно лично с официантом. В этом есть одна из, ну, как скажем, один из вопросов, на который вот мы пытаемся сейчас найти ответ, нужно ли в дальнейшем распространять и масштабировать эти планшеты на всю остальную сеть. Потому что, как я сказал, они имеют вот эту вот особенность, что контакт с гостем становится минимальным. В нашей стратегии и одной из наших задач является обеспечение вот тепла и уюта для гостя. Он должен получить внимание сотрудника, да, пообщаться с ним. То есть вот огружить гостя теплотой и заботой через планшет, ну, невозможно. Это слишком обезличенно и слишком холодно, вот. А мы бы хотели, чтобы гости получали больше положительные эмоции от контакта с сетью. Поэтому вот те точки, где трафик не такой интенсивный и где нету большого потока гостей в обед, они пока без этих планшетов, вот, и мы думаем, что, наверное, пока так и оставим. Тогда второй вопрос. Прийти и недорого поесть. Сейчас у нас цены на сырье растут. Вообще, как вы сейчас работаете в плане ценообразования, чтобы вот максимально этот момент нивелировать для ваших гостей? Общаемся с поставщиками, ищем альтернативы. Если какой-то продукт дорожает слишком сильно и невозможно с этим ничего сделать, ну, мы какую-то определенную коррекцию производим в ценах меню, да, в своем, но стараемся все-таки этого избежать, и это для нас крайняя мера. Чаще пытаемся обходиться либо там заменой поставщика, либо заменой продукта без ущерба качеству. Вот, например, тут, да, на днях выходили новости о том, что там кофе сильно подорожал в Бразилии, там, рост больше 40% в прошлом году. Но это происходило в Бразилии, потому что там были там засыпки. Шоколад подорожал. Да, 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 кстати, шоколад тоже подорожал, да. А в других странах, кроме Бразилии, там засыпки такой не было, и цены выросли не так сильно. Поскольку у нас довольно гибкая закупочная политика, мы не привязаны к какому-то одному постоянному поставщику и к одной стороне производства кофе, то мы, в общем, пытаемся планировать закупки таким образом, чтобы негативный эффект от роста цен минимизировать. То есть переключаем частично закупки на другую страну, на другого поставщика без потери качества тоже. Планируем более долгосрочный контракт, чтобы получить дополнительную скидку. То есть в плане кофе того же, например, мы чувствуем себя относительно стабильно. То есть нас гораздо больше беспокоит рост стоимости других продуктов, рост логистических услуг, которые оказывают поставщики. Ну и, соответственно, персонал, который у нас работает, он обходится все дороже и дороже. Вот вы еще упомянули, что вам важно устанавливать с гостем теплый контакт, теплое взаимодействие. Программа лояльности у вас есть сейчас? Да, есть. Как она работает? У нас очень простая и, на наш взгляд, очень щедрая, если не сказать самая щедрая программа лояльности на рынке. Вы получаете 10% бонусами с каждого заказа, без всяких «но», без всяких «если», нет никакого статуса клиента, золотой карты или еще чего-нибудь. Вот просто, если вы участник программы лояльности, вы получаете 10% бонус кэшбэком. И потом эти 10% накопленные копятся, и вот эти накопленные бонусы можно оплачивать для последующих визитов в шоколадницу. И можно оплатить ими до 50% своего счета. Вот мы считаем, что это лучшие условия, сопростейшие и лучшие условия, которые есть только на рынке. Наш финансовый директор, например, считает, что нужно срочно менять, что это очень дорого для нас, что мы на этом много теряем. И надо прямо срочно идти в оптимизацию программы лояльности, чтобы сделать ее не такой щедрой. Но не все с ним согласны. Мы в маркетинге полагаем, что во многом благодаря тому, что у нас такая прозрачная, такая понятная и такая щедрая программа лояльности, у нас довольно высокая доля гостей, которые пользуются ей, постоянных гостей. Их, наверное, около 20-25% в общем количестве, а в обороте они занимают 33-34, до 35%. То есть за счет того, что они чаще ходят, они имеют большую долю в наших продажах. И вот, собственно, они и есть тот костяк нашей клиентской базы, на который мы опираемся. И мы не хотим пока ухудшать условия программы лояльности для них. Пока будем держаться. Но у вас помимо B2C клиентов еще и B2B есть. Да. Насколько сейчас это направление, может быть, не знаю, растет? Насколько оно важно вообще? Какова динамика? Растет очень быстро. Сейчас, на данный момент, если сложить все три направления, это обжарка кофе, это производство готовой еды, полуфабрикатов и готовой еды, и производство замороженной пиццы и основы для пиццы, вот если эти три направления сложить, то будет 12% доли от общего оборота компании. Развиваются очень динамично и до конца года они, возможно, достигнут даже 15% в этом направлении. А в следующем году планируют рост продолжать в этом направлении и достигнут, возможно, даже 20% и более от общего оборота компании. Это много, да. Динамика там очень хорошая. Ну и для нас это определенная диверсификация бизнеса и рисков. Вопрос, который я задаю всем ритейлерам и, ну, скажем так, участникам, которые ко мне сюда приходят. Что вы сейчас делаете с точки зрения привлечения и удержания сотрудников? Потому что, как я понимаю, кадровый вопрос сейчас один из самых основных. Вот, что вы, как вы работаете в этом направлении? Ну, да, вопрос действительно очень сложный и серьезный. Работа в этом направлении, ну, ее, наверное, следует поделить на две части. То есть, у нас две основных группы персонала, которые мы нанимаем. Ну, если иметь в виду операционный штат, который работает на точках. Это трудовая миграция из соседних стран. И это зумеры или там молодежь, да, студенты, которые, ну, ищут какую-то подработку, да, временную, возможно, постоянную. Первая часть трудовая миграция, ну, по определенным причинам известна, она сейчас сокращается довольно сильно. И вот эту потерю вот этого вот, ну, как-то, вот этой части персонала мы компенсируем иммигрантами из других стран. Из стран Африки, из стран Индии, например. Вот. Ну, кроме этого, пытаемся их поддерживать, ну, в плане вхождения в новую культурную среду для них. Вот. Вот, кто-то подсказывает им, там, как привести патент, например, на работу у нас со стороны. А вторая часть зумеры, да, и молодежь, их стимулируют и мотивируют немного другие вещи, да. Им, например, важно видеть прозрачный карьерный трек. То есть, что для того, чтобы вырасти по карьерной лестнице, нужно вот делать, там, то-то, то-то, да. Если ты работаешь хорошо, если ты вовлечен, если ты переживаешь за то, что происходит вокруг тебя, там, да, и тебе гости, которые приходят, ты к ним неравнодушен, да, то ты довольно быстро вырастешь, там, из официанта, там, сначала в баристу, потом в менеджера кофейни, потом в директора кофейни. Все это повышается, соответственно, во время этого повышается и твоя заработная плата тоже. Ну, то есть, вот есть такая определенная перспектива, она очень понятная, прозрачная, и понятно, что нужно делать. И молодежь это очень ценит, да. Кроме того, мы создаем определенные, ну, как скажем, нематериальные инструменты для мотивации. У нас есть внутренний телеграм-канал. Мы очень ценим заслуги наших сотрудников, публично их благодарим за это, награждаем чем-то, там, поздравляем с достижениями, для того, чтобы они, ну, видели вот это признание и видели свою важность в общем, там, коллективе, да. То есть, не чувствовали себя там, ну, неважным элементом и так далее, чтобы они были частью нашей большой семьи. Ну, и, наверное, надо сказать, что каждая точка, каждое кафе – это определенный, ну, определенный микроклимат. То есть, вот, там сотрудники между собой общаются очень тесно. Для них это как вторая семья. То есть, они там общаются, дружат, с ними иногда ссорятся, потом мирятся. Ну, то есть, это вот целая жизнь. Они проживают там свои лучшие годы, да, вот эта молодежь. Вот. И это вызывает определенную эмоциональную привязку. Да, у нас есть официанты, которые работают очень долго. Вот, прям несколько лет. Вот. И это прям удивительно, если честно, для меня даже. Каковы ближайшие планы, как вашей команды по маркетингу, так и в целом всей сети? Ну, наши ближайшие планы с точки зрения маркетинга. Мы думаем сейчас над тем, каким образом, каким образом поработать над восприятием той части аудитории потенциальной, которая к нам еще не ходит. Мы знаем, что на рынке есть очень много людей, потенциальных гостей, которые думают, что шоколадница – это по-прежнему просто кофейня, где можно выпить кофе и съесть десерт. Но на самом деле это уже давно не так. В шоколаднице уже давно очень обширное, полноценное меню. Продажи салатов, продажи пасты. Давно уже обогнали там по своему обороту десерты. Вообще в шоколаднице есть что поесть. И мы думаем как раз над тем, каким образом сообщить об этом потенциальной аудитории. Но это оказалась очень непростая задача. То есть восприятие бренда шоколадницы и вообще сам бренд настолько силен в том, что он является частью кофейной части рынка, принадлежит кофейной части рынка. Это очень сложно менять. И вот это вот наша задача. Также мы думаем над тем, что возможно стоит трансформировать и видоизменить наше меню на части точек, чтобы проводить некоторые эксперименты. То есть, потому что есть некоторые идеи, каким образом можно меню изменить и что там предложить нового или наоборот что-то упростить, что-то сократить для того, чтобы увеличить скорость обслуживания, например. Вот. И будем пытаться вот эти эксперименты проводить на небольшой части кофейной. Вот. А в целом по компании планы, ну то есть дальнейший рост, дальнейшее наращивание эффективности в плане открытия новых точек, управления старыми точками, ну и, да, движение, борьба за место под солнцем на этом сложном рынке, да. То есть мы репрендинг увидим, возможно? Нет. Я бы не стал пока так говорить. Это вопрос, который… Обдумывать надо. Да. Которому нужно долго готовиться и это очень серьезное решение. Пока бы я не стал, да, говорить о том, что в этом есть острая необходимость. Вот. Хотя определенные там разговоры внутри нашего коллектива там на эту тему ведутся, да. Вот. Спасибо большое. Спасибо вам. Пока. 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 Пока.